Ас-саляму алейкум в рахматуллахи в баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – понятие о поклонении. Вала Аллаху Господу миров, который говорит из своей священной книги, «Инна Аллаха Рабби и вараббукум фаабудуху хэдэ сиратум мустаким». Воистину, Аллах, мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь. «Я свидетельствую, что Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища, и свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, поклонение имеет прославленное положение и высокое место, поскольку это великое тело, ради которой всемогущий Аллах создал творение». В священном Коране говорится, «Я сотворил джинна в людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было вынушено». «Нет Божества, кроме Меня, поклоняйтесь же Мне». Так, поклонение – это главная работа человека на протяжении всей его жизни. При этом Аль-Хасан Аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, говорит, «Аллах не установит для работы верующего иной конец, кроме смерти». Кто глубоко размышляет над исламским шариатом, тот обнаружит, что понятие о поклонении имеет два значения. Первое значение – обширное и общее. Оно включает в себя все двери к добру, такие как поиск средств к существованию, хорошей манере, правдивая речь, прощение обидчика, примирение людей, расходование на семью и другие праведные поступки. Всевышний Аллах говорит, «Ла хайра фи кафирим мин надьвахум, илля ман амара би шадакатин ау ма'руфин ау ислахим байна нас, «Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, мы даруем великую награду». Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, сказал, «Каждый день, в который восходит солнце, следует давать садаку, то есть милостыню. Если ты справедливо рассудишь двоих, это будет садакой. И если ты поможешь человеку сесть на его верховое животное, повезешь его на нем, или погрузишь на животное его поклажу, это будет садакой». И доброе слово садака. И делая шаг на пути к молитве, ты даешь садаку. И когда убираешь с пути, причиняющие людям вред, ты тоже даешь садаку. Кроме того, заселение земли с помощью сельского хозяйства, промышленности и совершенной работы, таким образом, чтобы приносить пользу всему обществу и содействовать прогрессу и просветанию Родине, является одним из актов поклонения, которые любит всемогущий Аллах. В Священном Коране говорится, «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней». Кроме этого, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует изрек, больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше ползы. А среди деяний, великий и всемогущий Аллах больше всего любит, когда приносят радость мусульманину, или избавляют его от печали, или выплачивают за него долг, или утоляют его голод, и пойти вместе с братом по его делам, для меня милее, чем уединиться для поклонения Аллаху в этой мечети, то есть в мечети Медини, в течение месяца. Кто сдержит свой гнев, недостатки того скроет Аллах. Кто подавит свою ярость, имея возможность проявить ее, Аллах заполнит сердце того надеждой в день воскрешения. И кто отправится вместе со своим братом по его делам, пока не приведет их в порядок, Аллах утвердит того стопы в день, когда стопы будут сколзить. Второе значение относится к поклонению в его специфическом смысле. Это выполнение и сохранение ритуалов и столпов ислама, таких как намаз, закат, пост и паломничество. Аллах святу невелик говорит «Хафиду алах салавати ва салати луста ва куму лиллахи канитин». Оберегайте намази и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно. «Я айюха лазина аману кутиба алейкум уссуяму кама кутиба аля лазина миман кабеликум лаалакум таттакун». У те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может вы устрашитесь. «Ва акиму салата ва аяту сзаката ва ма тукаддиму ліанфусикум мин хайрин тачидују інда Аллах. Савершайте намаз и ви плачвайте закат. Все добре, што ви предварите для сибя винайдиоти у Аллаха». «Валиллахи аляннаси хиджу лбайти мани статаа илэйхи сабіла, ва ман кафара фа інна Аллаха ганіюн анил ааламин». Люди обязаны перед Аллахом совершить хаджик дому, тоесты кааби, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то вид Аллах не нуждается в мирах. Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миру в мире благословения последнему изо всех пророков и посланников нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто лучшим образом последовал за ним вплоть до сотного дня. Дорогие единоверцы, стоит отметить, что человек с нормальной и умеренной личностью это тот, кто балансирует между выполнением предписаний всемогущего Аллаха, таких как намаз, пост, закат и паломничество для тех, кто может это сделать и заселением вселенной, и соблюдением хорошей морали. Мы также подтверждаем, что акты поклонения в их специфическом смысле не приносят плодов, если они не влияют на нравственность и поведение человека. Аллах всемогущий невелик изрек, воистину, намаз оберегают от мерзости и предосудительного. А также в хадисе пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорится, «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не кричит. Если же кто-нибудь станет бронить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет такому, поистине, я человек, соблудающий пост». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Поистине, я был послан для того, чтобы довести до совершенства благие нравы им. Следовательно, тот, у кого мораль лучше, понимает религию лучше». О, Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе надлежащим образом. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.